здравствуйте зрители моего канала с вами Игорь К. Вейпер и у нас сегодня на обзоре весны крылов 23 ну что давайте опустимся на столик это поговорим об этом более подробно вниз ну что вот мы на столике значит весны крылов приходит вот в такой коробочке rx2.3 значит такая чисто черная крепенькая такие те были раньше другими я сам чуть-чуть приподниму вот значит здесь нарисован сам модик и крышечки заднего отсека одна вторая значит здесь кодик проверочные здесь все аннотации так давайте его откроем значит упакован он вот так как всегда достанем сейчас посмотрим что еще в коробочке вот такая вот крепление для мода в коробке чтоб он не ворочался еще одна крышечка инструкция вот такая книженция добрячая так значит провод для подзарядки для прошивки и крышечка вот был двух аккумулятор так коробочку отставим вот давайте значит так смотрим сейчас мы его поюзаем покрутим значит у этого мода есть возможность быть одна аккумуляторным 2 аккумулятор значит вот крышечка на на 3 аккумулятора но он как старый принципе выглядит такой вот и вот крышка на 2 аккумулятора сейчас мы посмотрим что тут изменилось значит экранчик у меня еще старый мод 1 по сравнению с первым экранчик такой по сравнению с rx200s экранчик остался точно такой же кнопочки поменяли вот не кругленькие а такие значит плюс-минус кнопка такая же принципе осталось usb разъемчик для подзарядки для прошивки вот на бачку здесь написано висмек вот вентиляция вот ну в принципе и все вот значит давайте подать а и коннектор ну коннектор такого плана так вроде бы не шатается вот здесь написано тревогу rx 2 дробь 3 вот давайте попробуем поставить другую крышечку значит открывается каким образом берем нажимаем вот сюда вот давим на эту кнопочку вот так вот и она вот вот так значит открыли вот здесь есть такие заусенечки вот они одеваются вот сюда засовывается а здесь вот захлопаются как замочек вот вот давайте попробуем так оденем засунем их прижали вот сейчас захлопнули все давайте оденем крышечку двойного отсека сделаем отсек для двух батареек точно также вставляется прижимается поп все закрыли вот он такой он получается двухаккумуляторный мне нравится он больше он как двухаккумуляторный не знаю я парю на нем как на двухаккумуляторном что меня весь мэк тут старый 1 еще есть как трех аккумуляторный меня тот этот как двухаккумуляторный тем более он так поудобнее как двухаккумуляторный вот потому что с двух с трех аккумуляторной крышкой он большой тем более он еще повыше стал вот где-то вот вот настолько сравнивая со старым без мэком ну что давайте попробуем ставим батареечки давайте вставим как два аккумулятора сейчас значит как двухаккумуляторный он работает до 150 ватт как трех аккумуляторный он работает до 200 ватт а значит самое главное ну не самое главное главное него немаловажно вот видите я батарейки вставил он не заработал почему потому что на всех крышечках есть контактики вот вот и вот так и на этой крышечке вот контактики и вот они соединяются они должны контактиться вместе вот с этими и с этими вот когда одеваем крышечку вот тогда он начинает видеть и сейчас заработает получается надо надавливать до этот контакт давляж вот все вот вот он заработал вот все у нас появилось вот тут он до 150 ватт давайте снимем крышку поставим отсек для трех аккумуляторов так а здесь у нас батареечка ставится плюсом минусом вверх плюсом вниз я точно так же одеваем прижимаем эту штучку все одета конечно так он в натяжку одевается вот здесь у нас до до 200 ватт как 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 утверждает производитель плата одна и та же только здесь немножечко доработанная значит ну что давайте следующие следующий следу следующая часть нашего видео пробежимся по меню ну и так вот все думаю термоконтроль не будем попробовать он работает однозначно все давайте к меню перейдем ну что давайте пройдемся по настройкам значит что у нас по настройкам ну давайте включим начале его раз два три 4 5 вот у нас сейчас здесь термоконтроль значит как переключать режим 1 2 3 1 раз жмете вот мигает видите мигает режимы правой кнопочкой режимы раз титан то что у нас сталь плохо видно так тсер м1 пресеты вот значит вариват и опять по кругу никель титан сс сталь и м1 значит вы можете здесь выбрать еще пресеты вот жмете левую кнопку чтобы выбрать пресеты и уже регулируете этой м2 м3 м1 теперь окей вот у вас пресет стоит м1 что такое пресет я вам сейчас покажу как он настраивается дальше объясню вот значит вот мы регулируем температуру цельсии фаренгейт и шмаренгейт и так сейчас подождите мне по кругу что видит нет цельсии но значит давайте так вот и как регулировать ваты чтобы отрегулировать ваты термоконтроля жмем раз два три вот начинает мигать на ветке вверху эти по этот пресетик жмем левую кнопку левенькую кнопку жмем левую кнопку жмем вот начинает мигать вот и подстраиваем ваты здесь можно что так что туда-сюда крутить что туда что обратно значит дальше жмем левую кнопку а здесь наверно в термоконтроля нельзя сейчас секундочку раз два три левую 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 сопротивление вот блокируем можно заблокировать еще раз левую вот амперы здесь можно там где амперы в этом в левом уголке можно выбирать что-то стояли амперы сейчас раз два три еще раз и все время левую 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 сопротивление левую вот там где амперы жмешь правую тяги жмешь правую время тяг жмешь правую опять амперы с я на первых делаю значит еще раз правую чтобы избить тяги как надо сделать выбрали тяги и жмете кнопку файл держите сбилась так раз два три потом сбиваете время левую кнопочку жмем левую доходим до этого выбора опять левую все опять жмете правую держите файл разбиваете время тяг все раз два три левая 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 выставляете на ампер все вот значит давайте пройдемся еще как как окончательно по меню вот выключим выключается пять раз включаем пять раз раз два три 4 5 вот блокировать можно вот здесь кнопки жмете эти две кнопочки кайлок кей не лук разблокировано вот все включены значит чтоб переходить по режимам опять раз два три так вариват титан никель тратата сс значит вот давайте tcr м1 как его настройки вот мы его установили выключаем мод раз два три 4 5 значит чтоб настроить пресеты эти мы сейчас на м1 вы видели это выбрал значит жмете кнопку fire и правую кнопочку вот держим вот появляются пресеты м1 м2 м3 так как мы выбрали м1 так жмем если правую кнопку жмешь она листает левую левую у нас тоже листают все значит жмем fire переходим настройки вот допустим чтоб нам на титане они пишут титан вот на никеле они пишут никель от 600 до 700 ну давайте допустим 600 вот мы отстроили 600 ой не 550 секундочку ты старый так бегает не успеваешь ловить момент вот все отстроили 600 клацнули кнопку fire все ждем но сама отключается все теперь жмем пять раз раз два три 4 5 все на пресетики м1 у нас находится никель так можно и сталь так можно и титан под себя там выставить все вот ну все мы принципе разобрались посмотрели меню смысл нету термоконтроль смотрите он работает и если эта плата как утверждает производитель одна и та же то я думаю смысла нету термоконтроль проверять вот значит давайте выключим я покажу еще одну функцию раз два три 4 5 можно проверить но насколько заряженные батарейки это кнопка fire и вот это вот вот эта кнопочка левая режим держу все вот хотя это он подбрехивает но ну в принципе и все что я могу сказать по порывал ну я его использую как 2 аккумуляторный потому что 3 аккумуляторные у меня есть и смысл мне еще один рывок 3 аккумуляторный вот как 2 аккумуляторный маленький компакт некий поэтому смысла я не вижу его использовать как ум как 3 аккумуляторный дух аккумуляторные намного меньше вот ну что спасибо все я вам показал вкратце смотрели вот ну все давайте поднимемся наверх и там еще поговорим все наверх ну что вот мы вынырнули и со столика давайте поговорим про плюсы и минусы вот значит все здесь в принципе хорошо но есть конечно маленькие нюансы вот щель вот если закрываешь тут щелька но если подталкиваешь снизу вот ее принципе нет вот значит ну открывается как в принципе нормально открывается закрывается крепенько так жестко надо но не знаю минус это или плюс решайте сами ну щелки есть вот минус ну такое дело вот значит плюсы хорошие кнопки вот аж такие звуки так как и регулировка все ну принципе все осталось я скажу по старому как войске плюс минус вот значит еще как к огромному плюсу что можно сделать двух аккумуляторный в этой комплектации и трех аккумуляторный отдельно одевается я внизу вам показывал отдельно одевается другая крышечка аккумуляторного отсека и в нее вставляется аккумулятор и одевается и получается трех аккумулятор я его парю как двух аккумулятор он компактники он маленький вот он удобно лежит в руке вот но для меня есть минус но это субъективный минус он очень сильно стартует быстро мне это не нравится вот в ipv 5 там тоже был быстрый старт такой преднагрев сразу нагрев спирали моментально вот в 400 в ipv там помедленнее стартует мне это больше нравится здесь он стартует очень быстро мне ну не люблю когда много пара сразу да все говорят там навальный навальный да навальный навальный все но ну не нравится мне я не говорю что это минус ему это минус для меня вот а так отлично он разжигает спираль все это я так вам говорю вот да плюсом отнесем да валит 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 самый конечно огромный плюс еще раз повторюсь это две три батарейки я его парю как на двух батареечном что у меня есть трылок трех батареечный я не вижу смысла и этот трех батареечный чтобы он был пользоваться им как трех батареечный мне нравится двух батареечный ну да на трех батарейках до 200 ватт на двух батарейках до 150 ватт но мне не надо мне не надо эти 150 ватт я ими не пользую вот а так он валит все работает здесь термоконтроль я даже вам внизу его не показывал смысла нет он работает пресеты работают настраивайте сами 600 там под нее под под никель не пишут 600 700 хотя это 6 кто пишет 500 кто 550 кто 600 вот ну пускай по их не мог будет 600 вот работает этот коэффициент все так что ну что еще относить к плюсам ну ну все вот мы поговорили о нем все спасибо за просмотр ставьте свои лайки подписывайтесь на мой канал с вами был ркс рло 2 2 друг 3 и горько вепер все пока пока до следующих обзоров вопросы и